На этой неделе президента Грузии ограничили в правах, ну а сама республика перестала быть президентской. Парламент внес изменения в конституцию и теперь без визы депутатов Саакашвили не может распускать правительство. В свое время глава Грузии называл все это кастрацией полномочий. И действительно, куда более серьезным политическим весом сегодня обладает вовсе не президент, а премьер-министр Бедзина Иванишвили. Но пока же политологи спорят о судьбе Михаила Саакашвили, сам он позиции свои сдавать не желает. Твердо решил, из политики не уйдет. В этом он признался в пятницу в эфире телеканала и медиа и пояснил заняться-то есть, чем нужно сохранять демократическую систему в стране. Цитата, ситуация в Грузии меняется очень быстро, так что о личных планах говорить пока что еще рано. Наш корреспондент Белиси Борис Манджуков всю эту неделю следил за противостоянием президента и премьера. Его не пускали в библиотеку, закидывали яйцами и даже просили не покидать пределы собственной резиденции. Но он все-таки работал. Теперь же после этого голосования президент Грузии лишился главного. Правительство стало для него неприкосновенным. Но еще в среду у Михаила Саакашвили было это конституционное право распускать и назначать правительство без согласия депутатов. Если бы новый состав кабинета министров не устроил парламент, то после третьей попытки президент мог назначить внеочередные парламентские выборы, что означало бы неминуемый политический кризис. Этот сценарий вряд ли бы устроил премьера Иванишвили и его грузинскую мечту. Рисковать мечтатели явно не хотели. Саакашвили все-таки мог уволить своего главного политического оппонента. Потому и решили подправить конституцию. И даже обещания президента показались им неубедительными. Я не раз говорил и еще раз повторяю, что не собирался использовать это право распускать парламент и правительство. Такие вопросы не решаются подписью президента или единоличным решением. Правительство распустит народ в соответствии со всеми процедурами, принятыми в демократических странах. Об этом Саакашвили, надо сказать, говорил не раз. Но слишком уже много противоречий между премьером и президентом. Каждый человек имеет определенный коэффициент доверия к себе и доверия со стороны населения. Вот этот коэффициент критически низок для Саакашвили. И как-то надеяться на то, что вот он сказал, а иначе не будет поступать, такой практики, к сожалению, в Грузии не смогли обнаружить. Судьба поправок в главный документ страны до последнего оставалась неясной. Грузинской мечте не хватало голосов. В итоге начался торг. Еще пару недель назад, во время встречи с премьером, Саакашвили в обмен на голоса депутатов своей партии требовал выполнить сразу три условия. Мы продолжим работу над Конституцией. По-моему, нет вопросов, по которым мы не смогли бы договориться и преодолеть препятствия. Но до этого мы настаиваем на том, чтобы в стране были сохранены независимый суд, свободные СМИ, а также было прекращено преследование тысяч людей, имеющих отношение к партии «Единое национальное движение». Гарантий по этим пунктам Саакашвили так и не получил. Но мечтатели позволили президенту другую маленькую прихоть – предварительное рейтинговое голосование. Оно должно было доказать, что правящая партия без поддержки оппозиции не может провести реформу. В последние несколько месяцев мы от вас слышали, что вы и без нас можете принять поправки, что у вас есть необходимые 100 голосов, что мы вам вообще не нужны. Мы, да и все, видят и знают, что это не так. Так вот, чтобы доказать, что вы все это время лгали, проведем рейтинговые голосования, а уже потом мы поддержим вашу инициативу. Как позже выяснилось, требования оппозиции решил удовлетворить сам премьер-министр. Соответствующие рекомендации Бедзина Иванишвили дал спикеру по телефону. Во время перерыва на заседании я по телефону говорил со спикером и посоветовал поддержать бредовую идею национального движения. У Супашвили этого не хотел, так как чувствовалось, что необходимое количество голосов мы так бы набрали. Но я почему-то решил именно так, ведь это для нас ничего не меняло. В партии Саакашвили рейтинговое голосование расценили как победу, но для самого президента это слабое утешение. Многие и в Грузии, и за рубежом считают, что политическая гибель Саакашвили наступила еще 1 октября, после оглашения итогов парламентских выборов. Исходя из настроения и настроя избирателей, столько они повидали горя от его правительства, от его руководства, что у него нет, я думаю, никаких шансов нет вернуться обратно во власть. Лидером оппозиции той партии, которую он возглавляет, наверное, он будет, но прийти во власть в обозримом будущем ему это не светит. Около 20 ближайших соратников Саакашвили и сейчас находятся в грузинских изоляторах. Президент лишился части охраны. В президентской резиденции давно уже отключили освещение. Ну а сам Саакашвили в знак протеста периодически садится за руль личного автомобиля. Я, как президент, пребываю в необычном для меня положении, потому что за последние годы я привык проводить многолюдные встречи, открывать университеты и школы. Вы видите, что мои дни почти полностью свободны от этого графика, поэтому для меня такое бездействие является тяжелым грузом, и я чувствую себя на этой должности некомфортно. Избавят главу государства от тяжелого груза президентские выборы. Они пройдут в октябре этого года. Пока же Саакашвили, похоже, будет царствовать, но не править. Борис Манжуков и Дмитрий Антгуладзе вместе из Грузии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова